Ничего себе, Нин! Так, конечно, каждый понедельник и каждый вторник теперь зарядка в хорошем утре. Друзья, встречайте совершенно потрясающий фитнес-тренер, владелец фитнес-студии Дмитрий Жабин! Доброе утро! Доброе утро, Дима! Мы очень рады, когда ты к нам приходишь. Во-первых, потому что сразу как-то чувствуешь себя сильнее и стройнее. Во-вторых, у нас ряд вопросов есть к тебе. Ряд. Накопилось, значит. Мы можем начать делать разминку. Да, мы сегодня планировали делать разминку? Обязательно. Обязательно. А параллельно будем задавать вопросы. Согласен? Согласен. Такой ток-тренинг. Ток-тренинг. Давайте начнем с того, что мы на носки, на пятки будем подниматься, а вы будете задавать вопросы. Примерно подниматься, как ты, Дима, недавно поднялся, да? Нашли, значит, видео. Ага. Значит, смотрели один из федеральных каналов. Смотрим ты. Левая нога, пятка к ягодице. Так, понял. Прыгаешь на кольцах. Ага. Падаешь в бассейны. Это есть. Ну, собственно говоря. Русский индий называется шоу. И всем стоит посмотреть, потому что это было незабываемо. Почему решил принять участие? Это чтобы что-то себе доказать? Или за главный приз побороться? Это интересно. В принципе, это моя жизнь, фитнес и различные всякие такие испытания активные. И рекомендация была моих друзей, моей жены. То есть был кастинг. И мы были по месту, как раз находились на Роза Хутор. Это не гонка героев была, нет кастинг? Нет, это отдельное было мероприятие. Ноги пошире. Выпад на правую ногу. На правую. Правая это вот эта. Там где и у всех. И прошел кастинг, пригласили на съемки. И снялся. У меня что-то хрустит. Было очень интересно, в принципе, испытать себя. Это было действительно испытание. Но мы видели, это что-то вообще невозможное. Я бы упала просто на старте, мне кажется. Было, правда, очень круто. Мы болели. Понятно, что это запись, но я болела. Каждый раз, когда пересматривала... Нина всегда в записи болеет. Она пересматривает фильм и говорит, ну хотя бы в этот раз не прыгай. Ну, мой младший сын говорит, давайте посмотрим, как папа упал в бассейн. Классно. Мотивирует в этом плане работать над ошибками. Ну, плюс ко всему... Так, что делаем дальше? Стоим на одну линию. Это первое задание. Кстати, очень полезное и очень простое. Все могут это сделать. У нас же доброе утро. Хорошее утро. У нас очень хорошее утро. Спортивное хорошее утро. Стоим. Все? Все хорошо? Да, все хорошо? Ну... Закройте глаза. Десять. Девять. Восемь. Семь. Мы взлетим по этой части. Пять. Четыре. Что-то у меня со мной не так, да? Все. Два. Один. Отлично. Поменяйте. Что должно было произойти? Да вот ты на меня не смотрел. А тебя вот так не телепало? Мне сказали закрыть глаза. Тебя вот так не дергало? А ты вот следующее задание поменять. Почему меня дергает? Так. Просто другая нога. Глаза закрываем. Почему тебя дергает? Это первый класс ниндзя называется. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Классное упражнение для развития ножичка равновесия и включения мышц. Слушай, тяжело, тяжело удержать равновесие. Я почему-то вот, когда мы поменяли ноги, когда левая стала впереди, меня почему-то здесь начало лавалить к Нине. Это неудивительно. Дим, ну вот марафоны ты проводишь двухнедельные. Что это такое? Не все знают. Все просто задание. Да, я это назвал последний, так называемый, челлендж. Мы делали две недели. Обычно марафон три-четыре недели идет. И мы, значит, у нас есть простые правила по питанию. А как контролировать? Контролировать по питанию, контролировать самоконтроль. А, ну человек отправляет, допустим, отчет, что я сегодня ел тренеру. Мы вот по заданию на две недели не едим молочный, не едим сахар, рафинированный в любом виде, и мы не едим глютен, это пшеничное дело. Дим, ну вот подожди, ну неужели не врут? Вот, ну неужели не врут? Это уже не мое дело. А, нет, ну правильно на самом деле. И лайк или бизлайк сами себе ставят, я могу поставить балл за это, либо не ставить балл. Ну, было такое, что если кто-то, например, в опыте такого, что кто-то съел какую-то гадость, например, да, то наказывалась вся группа. Ах! Как бы. Классно. Прям как вот, ну было татар, провинился тысячник. Это работает. Либо действительно люди начинают рассказывать, что все замечательно, но это, еще раз говорю, это их дело, и я это просто проверить никак не могу. А в плане занятий, активности, да. Да, классно. Вот в этом плане идет полный контроль, потому что мы отслеживаем шаги по гаджету, 12 тысяч шагов за день. 12 тысяч? Но тут не наврешь уже. Да. То есть нужна фотография, либо ты уже на собаку повесил гаджет, и она бегает. Причем на бездомную какую-нибудь, а потом ломит. Нет, нет, подожди, ее догнать тоже нужно сделать. Слушайте, я напоминаю, у нас разминка. Да. Да, да. Самую сильную мышцу в организме мы уже размяли. Язык. Регулярно, да. Поэтому давайте. Я предлагаю уйти вниз, опираясь на 4 точки опоры, колени под тазобедренный сустав, ладони находятся под плечевым суставом. Простое задание, левую руку поднять. Везде прямые углы, да? Да. И правую ногу поднять. Правую. Правую ногу и что? И левую руку. Левую руку, правую ногу. Хорошо, если левая рука и правая нога короче. Ну, 4, 3, 2, 1, поменяйте положение. Да. Еще раз. Такое легкое упражнение. А почему я кряхчу? Чередуя движения. Раз, два. Раз, два. Это первый класс. Для тех, кто хочет посложнее, рекомендация следующая. Приподнимите колени от пола. И руки тоже, да? И очень быстро махайте руками. И мы заработаем миллион. Теперь все то же самое. Поднять правую ногу, левую руку. Ну что? И таким образом чередовать. Раз, два. А, там ногу еще, да? Раз. Так, подожди. Ты что-то не поднимаешь? Левая рука, правая нога. Вот так. Да, 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 да. Отлично. Ага. Теперь спины ровные. Координация. Убываемся. Отлично. Есть. Молодцы. Слава. Давайте лучше упражнение. Лучше упражнение. Делаем все то же самое, только с небольшим шагом вперед. И с небольшим шагом назад. И делаем таких четыре проходки. Как-то называется это упражнение? Давайте назовем это, не знаю, спортивный медвежонок. Давайте. Фитнес. Левая рука, правая нога. Так. Отличная координация низ-верха тела. Спина ровно. И назад. Нет, не так, не так. Так, а не так. Вперед, назад. Еще раз, Дим. Ох, Дим, давай. Нет, подожди, стоп. Не так. Классно. Еще помимо физики мы еще интеллектуально развиваемся. Дим, а мы видели, что ты ездишь на электросамокатах. Электросамокатах? Почему не вели? Да, видели. Я в основном хожу пешком. Одну фотографию в Инстаграм мы откопали. И теперь куча вопросов. Как ты вообще относишься к электротранспорту? Не уменьшается ли активность в целом у народа? Уменьшается активность в целом у народа, если говорить так. Если это решает какие-то ваши необходимые задачи быстрого перемещения, то это неплохо, я так считаю. Это для развлечения тоже неплохо. Если ваша активность в целом высокая, я, конечно, предпочитаю ходить и иногда даже бегать. Когда я катаюсь, это просто для удовольствия. Окей. Тогда, друзья, у нас в гостях сегодня был супер русский ниндзя. Вот, ну, не важно, что не победил, но это пока. Правильно? Есть куда расти. Есть куда расти. Вот. Вот Нина, допустим, растет. Видишь? Она в данный момент куда-то растет. Друзья, оставайтесь с нами. Сейчас факты, факты спорт, погода. Потом вернемся к нам в студию и узнаем, почему в Воронеже самые высокомерные жители.